85 процентов медучреждений, которые расположены в национальных селах, требуют капитального ремонта. Об этом было заявлено на заседании Совета уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Дальнего Востока. Такие встречи – это возможность для представителей народов заявить о проблеме и обратиться к властям за помощью. Репортаж Ксении Брониславской. В селах края, где проживают коренные малочисленные народы, находится 41 медучреждение. Но работать там практически некому. В одной из участковых больниц района имени Полина Осипенко принимает всего один терапевт. Чтобы получить медицинскую помощь, жителям приходится ехать в Хабаровск. Но пройти здесь комплексное обследование за короткое время невозможно. У каждого специалиста свой график приема. Запись может растянуться на несколько месяцев. Человек приехал издалека, чтобы его раз каждый специалист посмотрел в краевой. Тут все-таки мощные врачи. А не так, что взял направление одного, а там еще три месяца надо ждать. Тот врач отправляет к другому. Запись еще на три месяца вперед бесплатная. Люди приезжают, ищут каких-то родственников, чтобы где-то переночевать, если они едут в Комсомольск или в Хабаровск. Но, к сожалению, гостиницы – это не наша немножко прерогатива, чтобы в системе здравоохранения нет таких учреждений, которые бы имели название пансионат. Для поселений, где проживает меньше ста человек, планируется приобрести мобильные медкомплексы. Пока спасают выездные бригады врачей, которые приезжают в села для обследования населения. В экстренных случаях вызывают вертолеты санавиации. Но и здесь возникают проблемы. Женщина 80 лет. Сломала то ли шейку ведра, то ли бедро. Пришел врач пешком. Это в районной больнице. Пришел пешком, чтобы не забрать человека в больницу. Ее вертолетом вывезли в Хабаровск. Ни лангетку не наложили, ни обезболивающее не укололи. Что вообще за медицина у нас? С этим случаем в Минздраве обещали разобраться. Но к решению проблем коренных малочисленных народов должны подключаться и районные власти. Если повлиять на ситуацию не удалось, обращаться в правительство. Пока Ирина Давидовна стоит за трибуной, назовите свой сотовый телефон нашим представителям. И чтобы они уже, если уже накипело, они вам могли спокойно позвонить, обозначить проблему, а вы вмешаться и ее разрешить по возможности. Хорошо? И я свой тоже телефон скажу им. По данным Краевого правительства, для сельских территорий в ближайшие годы предусмотрено строительство 43 фельдшерско-акушерских пунктов и 15 амбулаторий. Ксения Брониславская, Сергей Демьяненко, телеканал «Губерния».